Доброе утро дорогие друзья! В Ханты-Мансийске в эти дни проходит региональный семинар совещания по вопросам деятельности физкультурно-спортивных организаций, учреждений, осуществляющих подготовку спортивного резерва и по вопросам модернизации системы спортивного резерва. Сегодня у нас в гостях заместитель директора, начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Департамента физической культуры и спорта ЮГРЫ Софья Коноксов-Евгениевна. Доброе утро! Скажите, о чем на этом семинаре совещания идет речь и кто его участники? Ну, простыми словами о том, что сейчас мы находимся на заключительном этапе первого этапа модернизации спортивной подготовки вообще в стране. И, конечно, как все новое, это требует и гибкости, и настойчивости, и адаптации к условиям. И возникает ряд вопросов, которые нужно обсуждать, делиться опытом. То есть нужно прийти к единому общему мнению, правильно? Но о необходимости как раз вот этих изменений речь идет на всероссийском уровне. Ну, конечно, конечно. И мы, конечно, как всегда в авангарде, и вот к нам приехали федеральные эксперты, которые, может, где-то помогут, может быть, где-то возьмут наше мнение. Это наше мнение, наших специалистов. А кто принимает участие в семинаре с югорской стороны? Это как раз вот руководители, представители этих спортивных учреждений и организаций. Мы так хорошо подготовились, и все знаете. Я еще и зарядку по утрам делаю. Ну, вообще. Надо всем так... И, кстати, да, вчера же 5-0, да? Да, наши сыграли, еще раз поздравляю, в Канты-Мансийские болельщики на центральной площади пришли, поддержали, на большом экране смотрели этот матч. Все благодаря тому, что... Все-таки возвращаясь к вопросу, кто там принимает участие? От нас? От нас, естественно, от каждого муниципалитета, представители муниципальных органов, власти, руководители учреждений физкультурно-спортивных, специалисты. То есть некоторые вообще прислали по 20 человек, молодцы такие. То есть на всех уровнях мы готовимся и обсуждаем это. Так, хорошо. А вот если объяснить простым языком для людей, которые не занимаются профессиональным спортом, которые, как мы, только делают зарядку, являются физкультурниками, что такое спортивный резерв? Кто в него входит? Ну, это лица, проходящие спортивную подготовку, да? Ну, тут нужно смотреть в комплексе три понятия. Спортивная подготовка, спортивный резерв и федеральный стандарт спортивной подготовки, да? Так много всего. Но, по сути, куда мы идем? Если до этого у нас система состояла из того, что мы брали количеством, то теперь мы будем брать качеством. Но это те, кто занимаются массовым спортом? Или это те, кто, например, входит в состав сборных округа по разным видам спорта? Олимпийским, неолимпийским? Любой самый высокий спортивный результат приходит из массового спорта. Все-таки вот эта база, она должна... Ну, все приходят в секцию ведь нулевыми, правда? Ну, ребенком. Потом растут, потом, может быть, даже переходят к другому тренеру, потом являются уже воспитанниками школ Олимпийского резерва. Об этом идет речь. Конечно. И вот сейчас модернизация направлена на то, чтобы уже на ранней стадии система отбора была усовершенствована. Мы сразу выявляли самых талантливых детишек и вели их уже на самые высокие. Ну, получается, передавали поэтапно, чтобы не было такого, что где-то просмотрели, где-то упустили, да? А что можно сказать, что обсуждалось вчера на круглом столе? Какие, может быть, прения были, там о чем-то спорили? Или наоборот, все говорили. Вот-вот-вот, и у нас ведь точно так же. Ну, сначала мы, конечно же, осветили общее состояние нашей сферы в округе. Потом поделилась Сургутская школа своим опытом конкретным перехода. А потом был круглый стол, на котором уже обсуждались конкретные вещи, в частности, вот, система усовершенствования системы оплаты труда тренеров, которые являются... Ну, это тоже очень важно. Да, это наше все. Да, ведь, потому что они, получается, и... Уют наши кадры. Уют наши кадры. И молодежь, конечно же, и начиная, причем, с самого раннего детства. А что запланировано сегодня? Сегодня второй день семинара. Что сегодня наши специалисты, которые занимаются развитием спорта массового в том числе, смогут услышать, поделиться, обсудить? Ну, сегодня у нас будут и коллеги из департамента образования. Без них мы тоже никуда... Ну, правильно. ...нужно двигаться обязательно. Всем вместе. Школьники должны заниматься не только физкультурой, но еще и спортом. И именно оттуда мы тоже будем отбирать детишек, самых талантливых, чтобы дальше их вести. Конечно, продолжим опять обсуждать нормативно-правовую базу, потому что... Она тоже меняться будет? Конечно. Это все... Это многокомпонентные изменения, получается. Однозначно. Ну что ж, мы желаем, чтобы сегодняшний день тоже так же прошел плодотворно и продуктивно, чтобы все, кто принимает участие в этом семинаре, совещании, разумеется, получили не только новые знания, а, может быть, какие-то пришли к выводам и появились новые идеи. Потому что мы гордимся нашими егорскими спортсменами, но понимаем, что потенциал их велик. И можно сделать еще гораздо больше и лучше, чтобы у нас было больше медалей, и как можно чаще ребята поднимались на пьедестал почета. Поэтому желаем хорошего дня, отличного настроения и новых спортивных достижений. Строфья Евгеньевна, большое спасибо. Вам спасибо.